Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю вас за то, что проявили интерес к данному мероприятию и пришли на наш правовой симпозиум. Мы предложили максимум усилий, чтобы по итогам сегодняшнего заседания вы получили практическую пользу и рекомендации для своей повседневной работы. Научное общество «Медицинская практика» проводит большое количество образовательных проектов в регионах с участием юристов. И мы видим, какое огромное количество вопросов вы задаете по итогам их выступления. Также на сегодняшний момент увеличивается количество гражданских и уголовных дел, связанных с оказанием медицинской помощи. Собственно, это и послужило причиной, почему мы решили провести данный правовой симпозиум. Я благодарю наших экспертов, которые весь день будут работать с нами, рассматривать спортные ситуации, вырабатывать алгоритмы правильного поведения при оказании медицинской помощи, особенно в сфере онкологии. Я хочу представить Юлию Владимировну Павлову, кандидата юридических наук, генерального директора Национального института медицинского права, заведующий кафедрой медицинского права Первого медицинского университета имени Сечина. Коллеги, добрый день. Мы сейчас начнем секцию. Мы очень надеемся, что она будет интерактивной. В нашем распоряжении достаточное количество времени, чтобы прокомментировать те ситуации, которые будут визуализированы для вас. Я представлю дополнительную информацию по разбору неправильного алгоритма действий. И мы покажем те действия врачей, которые должны быть правильными, потому что сегодня наша секция направлена на создание так называемой системы управления правовыми рисками. Мы сейчас все прекрасно понимаем, что все правовые риски имеют под собой финансовую основу в связи с нарастанием судебной практики. И, коллеги, для того, чтобы нам было понятно, как интерактивно взаимодействовать, не стесняйтесь, задавайте нам вопросы. Потом мы останемся с Наилем Толгатовичем и обязательно ответим на все индивидуальные вопросы. Поэтому я предлагаю начать. Также я хочу передать слово Наиле Толгатовичу Идрисову, заведующему кафедрой уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. От лица Следственного комитета, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и себя лично приветствую. У вас на данном интересном и крупном мероприятии. Сегодня наша основная задача, я об этом часто говорю, найти способы взаимодействия и решения тех ключевых проблем, которым посвящен наш сегодняшний симпозиум. Я желаю всем хорошей работы и я думаю, что в рамках нашего взаимодействия мы найдем очень интересные пути решения. Спасибо. И пару слов о формате нашего симпозиума. Так как мы хотим, чтобы он имел для вас практическое значение, мы решили построить его на выработке алгоритмов. Мы покажем вам два ролика, пообсуждаем относительно тех спорных ситуаций, которые в этом ролике рассматриваются, услышим мнение наших экспертов и выработаем те необходимые алгоритмы, которые должен врач иметь у себя в арсенале при взаимодействии с пациентами и при оказании медицинской помощи. Итак, переходим к рассмотрению первой спорной ситуации. Пожалуйста, включите первый ролик. И звук. В федеральном государственном бюджетном учреждении пациенту было выдано консультативное заключение, в котором указано на необходимость терапии препаратом ИКС по его жизненным показаниям в связи с исчерпанностью стандартных методик лечения и прогрессированием заболевания. Пациент приехал с данным заключением к лечащему врачу с требованием назначить данный лекарственный препарат. Лечащий врач отказывает в назначении лекарственного препарата, мотивируя тем, что данный препарат отсутствует в клинических рекомендациях. Пациент пишет заявление на имя руководителя медицинской организации с требованием о проведении врачебной комиссии. Его заявление остается без рассмотрения. В устной беседе лечащий врач советует обратиться в департамент здравоохранения ввиду того, что препарат является дорогостоящим. Пациент в устной форме обращается в департамент с требованием обеспечить его данным препаратом и в устной форме получает отказ в закупке препарата за счет средств бюджета. Пациент обращается с письмом к заместителю губернатора по социальным вопросам с описанием своей проблемы. Письмо передано в департамент для рассмотрения. Департамент отказывает пациенту в обеспечении лекарственным препаратом, ссылаясь на несоблюдение установленного порядка назначения лекарственных средств, не входящих в стандарт лечения. В частности, не были представлены протокол врачебной комиссии и медицинская документация, подтверждающая необходимость назначения лекарственного препарата. Департамент здравоохранения обращается в медицинскую организацию с требованием соблюдения законного порядка назначения лекарственного препарата, не входящего в стандарт лечения и направления протокола врачебной комиссии в департамент в течение одного рабочего дня после заседания комиссии. Должностное лицо, к которому обратился пациент в устной форме, объясняет порядок получения лекарственного препарата, не входящего в стандарт лечения и помогает составить письменное заявление к руководителю медицинской организации с требованием собрать врачебную комиссию. После повторного заявления пациента, врачебная комиссия медицинской организации принимает решение о назначении лекарственного препарата и передает протокол в департамент здравоохранения. Департамент отказывает в обеспечении лекарственным препаратом со ссылкой на несоответствие этих документов требованием к федеральному закону номер 323 от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В частности, в отказе указано, что протокол врачебной комиссии не оформлен надлежащим образом. В нем отсутствует указание на наличие медицинских показаний для рекомендации пациенту медицинского препарата. После полученного отказа пациент подает иск к медицинской организации и департаменту здравоохранения с требованием обеспечить его лекарственным препаратом разместить понесенные расходы на его приобретение и компенсировать моральный вред. Уважаемые коллеги, я в целом хотела бы вам предложить это неправильный алгоритм, который нашел отражение в судебной практике. Я сейчас в информационной части покажу вам это определение Верховного суда. Если есть у кого-то понимание, где был нарушен алгоритм назначения лекарственного препарата, который не входит в стандарты лечения, в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, то можно высказаться сейчас. Или мы прослушаем мой комментарий с иллюстрациями судебной практики, а потом ваши вопросы и демонстрация правильного алгоритма. Да? Перейдем к комментариям, коллеги? Коллеги, сейчас мы получили огромное количество нарастания судебной практики, связанные с созданием таких судебных прецедентов, как нарушение порядка маршрутизации пациента при назначении лекарственных препаратов. Это часто связано с неправильным пониманием, в том числе леча у врача и врачебной комиссии своего функционала. И в итоге, естественно, пациенты идут в суд. И в целом это неправильно. У нас все-таки непрецедентное право, но тем не менее, практически всегда, и в регионах это даже не скрывают, сразу, и пациенты это записывают, и представляют потом как доказательную базу в суде, что отказывают на этапе приезда с консультативным заключением, даже иногда с протоколом консилиума из федерального центра. И мы поэтому посмотрим, какие были ошибки допущены, кем допущены, потому что наша основная задача – это исключить медицинскую организацию и лечащего врача из цепочки соответчиков по делу. Поэтому мы сейчас посмотрим, как этот вопрос регулируется действующим законодательством, судебную практику, и посмотрим, какие были ошибки допущены в том ролике, который вы видели. Значит, коллеги, сначала мы поговорим про порядок значения лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в стационарных условиях. Понятно, что нет никаких проблем, если лекарственный препарат входит в перечень жизневажных лекарственных препаратов и стандарт лечения. И это функционал лечащего врача. Врач единолично принимает решение о назначении лекарственного препарата. И в целом такие лекарства, они должны всегда быть в стационаре наличия. Мы прекрасно понимаем вопросы проблемы практического характера, но так должно быть. Мы сейчас говорим про правильный алгоритм, коллеги, и что является потом предметом судебных разбирательств. Значит, если эта помощь в стационаре получается на возмездной основе, то в целом можно назначить любой лекарственный препарат, который не входит в перечень жизневажных лекарственных препаратов. И здесь очень важно помнить о том, что все равно должны быть медицинские показания, которые отражены в медицинской документации. Потому что потом очень часто люди жалуются на то, что, проявив при этом волеизъявившись и согласившись на назначение таких лекарственных препаратов, они говорят о том, что их практически вынудили, и они принимали решение несамостоятельно. Я вам потом покажу случай судебной практики, когда суд четко определяет пациента как слабую сторону в этих правоотношениях. Ну, если мы говорим про амбулаторный этап, то мы все прекрасно понимаем, что здесь вопрос, человек выписался из стационара и получает назначение соответствующее. Или дополнительный этап – это он съездил на консультацию, федеральный центр и так далее, специализированное учреждение, получил консультативное заключение. Вот иногда протокол консилиума целый, и он приезжает в свою медицинскую организацию, все равно приезжает свой субъект, чтобы получать эту помощь, например, на амбулаторном этапе. И здесь, конечно, это возможно только для категории льготников. У нас две категории льготники – это федеральные и региональные льготники. Вот, и те нормативно-правовые акты, которые сейчас есть, определяют четко порядок и перечень тех лекарственных препаратов, которые человек может получать, будучи федеральным и региональным льготником. И законодательство в этой сфере, как это ни странно, развивается, как специалисты из других стран комментируют, что в целом у нас очень социальное государство, и это неимоверно. В судебных решениях это отражается, что в целом достаточно большое количество тех лиц, которые имеют право на получение лекарственных препаратов бесплатно или с 50-процентной скидкой на амбулаторном этапе. Ну, коллеги, я напоминаю о том, что сейчас, в частности, и увеличена сумма закупки лекарств для конкретного пациента. Часто врачи не обладают этой информацией. И сбой, если сейчас мы возвращаемся к ролику, где был первый сбой? Это когда врач сразу же отказывает пациенту, который приехал с консистативным заключением. Это иллюстрация конкретного судебного дела, который мы рассмотрим, сразу же отказывает, зная, что в целом этот препарат дорогостоящий, и человек, скорее всего, его не получит. Так вот, это не функционал леча у врача, ссылаться на финансовые проблемы, а функционал леча у врача – это принять решение о назначении или не назначении этого лекарственного препарата и помочь пациенту с инициацией по заседанию врачебной комиссии, по которой можно назначить любой лекарственный препарат, который не входит в стандарт лечения, и перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Это возможно как на стационарном этапе, так и в амбулаторных условиях. Для того, чтобы запустить вот этот вот алгоритм и дойти до, собственно говоря, закупки этого препарата для конкретного пациента. Значит, коллеги, следующий этап, который все время нарушается, допустим, лечащий врач, как в этом ролике, не отказал бы пациенту, а принял решение и помог пациенту в дальнейшем этапе – это обязательное заседание врачебной комиссии. Значит, коллеги, с чем бы человек не приехал из федерального центра с любым документом, протоколом консилиума и так далее, обязательно этап алгоритма – это заседание врачебной комиссии медицинской организации. Это тот этап, который нельзя проигнорировать, и только врачебная комиссия медицинской организации может либо поддержать решение федерального центра, либо не поддержать. Но как в этом случае? Какое было нарушение? Там основное нарушение было связано с оформлением, по сути, с техническими вещами, с нарушением оформления протокола врачебной комиссии. Потому что основное основание, по которым департаменты и Минздравы отказывают – это не обоснованно в протоколе врачебной комиссии наличие медицинских показаний, таких как индивидуальная непереносимость и жизненные показания. Это субъективная категория, неправовая, потому что мы очень часто удивляемся, когда от юристов требуют разработать критерии жизненных показаний для назначения лекарственного препарата. Это невозможно, на мой взгляд, потому что это все-таки индивидуально зависит от очень многих клинических составляющих для конкретного пациента. Но проблема в том, что эти медицинские показания должны быть расписаны как в медицинской документации, так и в протоколе врачебной комиссии. Это первый стоп некий, на основании которого протокол врачебной комиссии возвращается из департамента, и человек в итоге остается без надлежащего лекарственного обеспечения. Ну и когда мы говорим о тех нормативных актах, в соответствии с которыми человек имеет право получать лекарственный препарат на амбулаторном этапе бесплатно или с 50-процентной скидкой, это вот три постановления правительства, которые определяют как перечень арпанных заболеваний, так и перечень заболеваний и лекарственных препаратов, которые человек может получить на амбулаторном этапе бесплатно и с 50-процентной скидкой. И очень в этом смысле показательно письмо Минздрава, которое, конечно, имеет рекомендательный характер, но оно было в ответ на многочисленное обращение издано. И Минздрав говорит о том, что врач всегда боится назначить тот лекарственный препарат или не видит в этом смысла. Мы очень часто видим вот эту ответную реакцию, что врач говорит, да я не буду вам назначать этот лекарственный препарат, в этом нет смысла никакого, вы его не получите. Вот, вы сразу обращаетесь в департамент, как здесь, коллеги, обратили внимание. То есть сразу идет, а департамент, в свою очередь, говорит, не соблюден алгоритм назначения лекарственного препарата и отправляет человека в медицинскую организацию. Так вот, в суде эти два субъекта, которые как лечащий врач и медицинская организация, так и департамент, который возвращает по формальным признакам, отказывает пациенту в назначении лекарственного препарата, они являются потом соответчиками в суде. И Минздрав, видите, прокомментировал, что действующим законодательством не предусмотрены запретные нормы, которые позволяют медицинским работникам не выписывать рецепт на лекарственный препарат. Например, со ссылкой на то, что этот препарат не закуплен, вы его не получите, и поэтому я рецепт выписывать не буду. Поэтому здесь даже контрольная позиция контрольно-надзорных органов, она заключается в том, что это вот функционал лечащего врача, да, ну и все, значит, выполняйте. Следующий этап, ну так, собственно говоря, там и ответчики по делу будут другие. Более того, Минздрав обратил внимание на тот факт, что не надо человеку постоянно, если он уже состоит на учете специалиста, то это его функционал, не надо его направлять к врачу-терапевту для того, чтобы он по формальному признаку выписывал рецепт на лекарственный препарат. Это функционал того специалиста, на учете которого находится пациент. И посмотрите ту судебную практику, которая была в целом отражена в алгоритме. Когда дело доходит до суда, то суд анализирует только применение действующего законодательства. В общем-то судам сейчас абсолютно все равно те ссылки, которые мы представляем в суде. Дефицит финансирования, отсутствие лекарства медицинской организации в аптеке, в стандарте, в перечне и так далее. И даже отсутствие регистрации препарата на территории Российской Федерации – это сейчас не аргумент при нужном обосновании неназначения этого лекарственного препарата пациенту. Посмотрим судебную практику. Коллеги, вот очень показательные случаи. Кстати, пациенты с какими исками обращаются? В основном, конечно, с гражданскоправовыми, потому что вопрос финансов. Человек тратит деньги, он приехал из стационара, он знает, что этот препарат эффективный, он съездил на консультацию и так далее. Но вот этот временной промежуток, в течение которого он должен лечиться, а лекарственный препарат не получает, потом входит в ту сумму иска по возмещению расходов на приобретение лекарственного препарата. И некоторая такая двоякая ситуация по разделению федеральных льготников и региональных. Потому что здесь человек отказался, он был федеральным льготником, инвалид, рассеянный сколероз, и он отказался, ну, хотел просто получать выплаты, да, отказался от, собственно говоря, назначения этого лекарственного препарата. Но он был одновременно и региональным льготником тоже. И он обратился в суд с требованием понудить министерство обеспечить, потому что ему отказывали. Они говорят, вы отказались как инвалид, вы получали денежную компенсацию, как бы какие проблемы. Но какое решение суда? Со ссылкой, кстати, на то определение Верховного суда, которое было еще в 2012 году. Посмотрите, здесь неважно, по какой льготе человек имеет право на получение этого лекарственного препарата. Отказ от федеральной льготы не значит, что он не может это реализовать в регионе. Это тогда и средства регионального бюджета. И получается такая ситуация, что в целом при одновременном наличии права на получение лекарственного обеспечения в рамках социальных услуг как по федеральной льготе, так и по региональной отказ в пользу денежной компенсации в рамках федерального законодательства не лишает его права на получение этого лекарственного препарата бесплатно в рамках, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Суд это все мотивировал. И в целом позиция следующая была отражена. Нарушение этих норм, бездействие Минздрава и медицинской организации, на этом этапе уже шел отказ, говорит, вы отказались, назначать не имеем права и так далее. То есть просто ошибка лечащего врача. Это было жизненно важно для обеспечения этим лекарственным препаратом, поэтому ставят под угрозу его жизнь и здоровье. И здесь мы уже из рамка гражданского правового иска, как вы понимаете, Нарин Толгатович это, естественно, прокомментирует. Переходим уже, создаются угрозы уголовно-правовые для того, кто нарушил этот алгоритм. Что еще, коллеги, тоже очень показательное определение Верховного суда по назначению лекарственного препарата, не зарегистрировано на территории Российской Федерации. То есть в целом позиция, законные представители ребенка дошли до Верховного суда, но таким образом создан соответствующий правовой прецедент, который обяжет суды нежестоящей инстанции следовать по этому алгоритму. У нас порядок назначения лекарственного препарата не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Следующий. Как здесь. Законные представители приехали с протоколом консилиума Федерального центра. Он был представлен потом в деле. Они приехали в субъект, соответствующий с этим протоколом, и должна состояться заседание врачебной комиссии. Этого сделано не было, потому что Минздрав точно так же сказал, это не наша иерархия, это только Минздрав федеральный должен принимать такое решение. Но в итоге вот все эти аргументы, что в бюджете на текущий год не предусмотрен трат, лимит бюджетных обязательств, лекарства нет в перечне, оно вообще не зарегистрировано в Российской Федерации. Если есть жизненные показания, как для этого ребенка, то у него возникло право с момента заседания консилиума Федерального центра, чтобы запустился вот этот механизм для получения лекарственного препарата, не зарегистрированный на территории Российской Федерации. Суд аргументировал тем действующим законодательством, о которых мы сейчас говорим. Вот эта ссылка на приказ достаточно старый, но он действующий, 494, и он четко описывает алгоритм назначения лекарственного препарата, который не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Ну и, конечно, суд приходит к выводу, что по жизненным показаниям ребенок нуждался, не было альтернативного лечения, поэтому обязанность назначить этот лекарственный препарат, и здесь и медицинская организация, и Минздрав местный, они уклонились от решения этого вопроса, поэтому были с ответчиками в этом деле. Ну и, конечно, вот как раз в ролике было проиллюстрировано вот это определение Верховного суда, коллеги, когда человек 2 года онкобольной добивался лекарственного препарата, который, да, был ему необходим по жизненным показаниям, но лечащий врач уклонился от этого вопроса, направили в Департамент здравоохранения, Департамент здравоохранения говорит, я не против, но нет протокола, вот, значит, нарушен порядок, потом этот протокол появился, значит, он неправильно оформлен, необоснованные жизненные показания и так далее. То есть такие технические характеристики. И суд еще раз с неким таким императивом отметил, что вообще-то правильное оформление документов – это дело медицинской организации, и Департамент здравоохранения должен был не отказывать по формальным признакам, а помочь человеку реализовать это право, потому что пациент не отвечает за правильность оформления медицинской документации, поэтому, естественно, обязали назначить этот лекарственный препарат, вернули дело на новое рассмотрение, и дело уже было рассмотрено, там и компенсация морального вреда, и все расходы на приобретение этого лекарственного препарата, собственно, этот иск был удовлетворен. Ну и, коллеги, тоже похожие дела. В целом, я думаю, что сейчас мы перейдем к правильному алгоритму по назначению лекарственного препарата, и вот все дела, которые здесь проиллюстрированы, они как раз являются, ну, как мы говорим, под копирку. В целом, если есть жизненные показания, которые должны быть отражены в протоколе врачебной комиссии, то все аргументы для отказа назначения этого лекарственного препарата ставят просто под некие правовые угрозы, как врача, медицинскую организацию в целом, ну и, собственно, департамент того субъекта, в котором пациент лечится. Поэтому, коллеги, я предлагаю перейти к вопросам по этому ролику и посмотрим правильный алгоритм, который должен сопровождать этот процесс по назначению лекарственного препарата, не входящий в стандарт лечения и в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Пациент обращается к нам, да, что он показан согласно федеральным рекомендациям препарат. И решением врачебной комиссии ему назначается альтернативная терапия, которая допустима в данной ситуации. Но при этом пациенты и родственники настаивают именно на том препарате, который назначил федеральный центр. Как быть тогда и какие права медицинской организации? Спасибо. Да, коллеги, значит, здесь не надо воспринимать рекомендации федерального центра как такой некий императив, обязательность назначения этого лекарственного препарата. Жалко, что это все переходит в судебную плоскость. Вот я, кстати, между прочим, участвовала в одном таком деле в Самаре. И позиция онкодиспансера, решение врачебной комиссии было вот такое, которое вы сказали, назначили альтернативное лечение, потом в суде доказали, что на этом лечении человек стабилизировался, есть улучшения и так далее. Поэтому пациент в целом, ну, его иск не был удовлетворен. Мне кажется, знаете, где здесь происходит сбой? Сбой в неправильном тактике, что ли, объяснение пациенту, что это лечение ничуть не хуже, что будут улучшения и так далее. То есть вот почему он встал на тропу войны и все-таки доходит до суда? Вот здесь в этом вопрос такой, знаете, вот просто отказ. Мы вам все равно этот препарат не назначим и так далее. Вот этот пациент, про которого я говорю, он прям записал беседу врача, врача, лечащего, который четко говорил, я вам этот препарат никогда не назначу, врачебная комиссия мы, конечно, можем собрать, но она не поддержит и так далее. То есть, ну, это лишние слова, да, которые, ну, тут так благоприятно закончилось дело. Может быть, другой исход. Как вы понимаете, назначается субмедэкспертиза, да, и приглашаются эксперты из федерального центра, которые что, как вы думаете, не поддержат свой же алгоритм назначения лекарственного препарата, но, сами понимаете, это вряд ли. Если человек доходит до суда, он его получает. Но, в целом, это функционал врачебной комиссии на месте. И чем грамотнее вы это аргументируете в медицинской документации, а-ля подготовившись к возможному судебному исходу, то, в целом, это иногда бывает абсолютно оправдано. Юлия Владимировна, я правильно понимаю, что это необходимо именно в протоколе зафиксировать? Чем более полно зафиксировать в протоколе обоснование в отказе, например, тем это лучше будет для ЛПУ. Да, коллеги, это обязательно, это не только в протоколе, это обязательно заносится в медицинскую документацию пациента, потому что вот даже в этом ролике, который построен на конкретном судебном деле, там была ситуация, что медицинская врач, вообще в медицинской документации не было внесено это решение врачебной комиссии. И знаете, очень часто в протоколе одно и то же слово, по жизненным показаниям, нет обоснования, понимаете, и это повод формальный для того, чтобы департамент возвращал эту врачебную комиссию с требованием устранить недостатки. Поэтому здесь вопрос расписания этого факта, занесения эту медицинскую документацию. Я сама хотела задать этот вопрос, как бы его немножко расширить. Уточнение. Первый момент. ВК, проведенный в федеральном учреждении, не является указивым для ВК. То есть нас иногда... Я в федеральном учреждении. Да, я понимаю. Нас иногда пытаются заставить писать вот эти вот... В продолжении вашего вопроса. Совершенно точно. Больные идут, они в федеральное учреждение, господь бог, а у нас тут внизу ничего не знают. Но на самом деле коллеги могут предложить другое лечение. И онкологическая ситуация ведь какая? Она же все равно прогрессирует постоянно. И, к сожалению, даже на этом лечении через некоторое время наступит прогрессирование. То есть они все правильно сделали. Они стабилизировали на два месяца, на полгода. Потом все равно прогрессирование. Вот я хотела уточнить. Можно ли... И я в федеральном учреждении тоже знаю, что разно или поздно все равно будет прогрессирование. А вот этот вот эпизод закупки препаратов, ведь он многомесячный. Мы сталкиваемся с этим. Могут ли коллеги проводить ВК, например, мы сейчас вам даем на несколько месяцев другой препарат, альтернативный, но уже запустить механизм закупки другого препарата. Как бы ВК заранее. Вот нет. Нет, коллеги, к сожалению. Тогда они могут проиграть в любом варианте. Да, к сожалению. И при этом, знаете, мы сейчас будем с вами смотреть правильный алгоритм. Еще в регионах нет процесса временного промежутка. Вот когда этот протокол должен в департамент... Вот в распоряжении департамента здравоохранения города Москвы, который, кстати, берется за аналогию при рассмотрении судебных дел в субъектах, там четко определены сроки, что в течение одного рабочего дня протокол врачебной комиссии должен попасть в департамент. Департаменту дается три рабочих дня, и там все упирается как бы в семь рабочих дней для получения, да, лекарственного препарата. Поэтому они его берут за аналогию. Заранее нельзя, потому что протокол врачебной комиссии оформляется, когда есть жизненные показания сейчас. Это технический момент. И да, да, к сожалению, ничего не сделаешь. Поэтому решение за врачебной комиссией в медицинской организации. И здесь, знаете, как онкологи это комментируют, и вы сами прекрасно понимаете, что это неправовая категория между совестью и возможностью как таковой, понимаете? Поэтому, но мы же видим с вами судебную практику, да, мы же ее, собственно говоря, не придумали, поэтому, коллеги, надо это учитывать, что такое право есть, и алгоритм тоже предусмотрен. Мы назначили пациенту альтернативную терапию, пациент согласился, и мы проводим ему лечение. Пациент к моменту, когда, допустим, ну, допустим, в какой-то ситуации, что нет этого препарата в медицинской организации, не по вине организации. Например, препарат находится сейчас в дефектории, мы не можем его приобрести по факту того, что его нет сейчас в Российской Федерации, но мы готовы его приобрести. И на тот момент, когда у нас уже есть этот препарат, у пациента наступает прогрессия заболевания, и он ему в данной ситуации не показан. Как быть? Это первый вопрос. И второй вопрос. Опять-таки, у нас есть вариант альтернативной терапии. Мы проводим беседу с пациентом о том, что у вас есть вариант альтернативной терапии, который тоже может дать положительные результаты. пациент при этом отказывается. Имеем ли мы право у пациента требовать официальный отказ от оказания медицинской услуги в виде назначения альтернативной терапии? Значит, коллеги, ни в коем случае никаких... Вы поймите, что это не функционал пациента соглашаться или не соглашаться на проведение именно терапии как таковой. Человек что может потребовать? Он приехал, и вот он уверен, что ему именно этот только лекарственный препарат. Но он это как-то аргументирует, да, потому что он приехал с консультативным заключением. Некоторые из... прям все города объехали близлежащие. Мы сейчас получаем... Вот у нас дело в Ивановской области, кстати, очень дорогостоящий препарат, тоже онкологический и так далее. Они пока выиграли, кстати. Вот, потому что он требовал только это. Они ему назначили альтернативное лечение. Оно в целом... Вот в суде первой инстанции эксперты подтвердили, даже из федерального центра, что оно в целом стабилизировало на этом этапе. Значит, как только вы видите необходимость или назначение другого лекарственного препарата, для того, чтобы наступил, да, какой-то стабилизация, то вы это делаете. Здесь вопрос только, что врачебная комиссия нужна тогда, только когда он не входит в стандарт лечения. Вот, и тогда вы ее по факту собираете. Здесь, знаете, как нельзя заранее это все определить. Вот на данном этапе вы считаете, что это альтернативное лечение эффективно? Все. Это функционал медицинской организации. Или не считаете так? Понимаете? Потому что когда... Конечно. Извините, почему мы вас... Дело в том, что у нас нет... В 90% случаев нет таблетки, которая вылечит... Ну, это понятно, да, субъективно. У нас есть несколько вариантов. И я, и коллеги знают, что есть разные варианты. И вот сегодня можно вот это, а завтра можно будет вот это. И сейчас у них есть, а чтобы купить тот препарат, которого нет, месяцы уйдут. Понимаете, в чем дело? То есть не тот, не... Очень редко на самом деле наступает ситуация, когда конкретный препарат нужен. Правильно я говорю? Что вот только этот препарат. Это не самая частая ситуация. А очень часто... Мы все прекрасно понимаем, но ведь и пациент тоже фиксируется, но мне его как бы... Я на самом деле пишу всегда несколько вариантов лечения, да, то есть на выбор, вот. Но действительно часто бывает, что коллега напишет один вариант, ну, вот любого спроси, там еще несколько вариантов рядом будет. А пациент зациклен только на этом. Дороже, так сказали в Москве, в Питере и так далее. Вот в чем фокус. У нас есть линии, но не из лечения. Ну, вот видите, вы сейчас очень грамотно. Вот, коллеги, я постоянно сталкиваюсь, к сожалению, я говорю, мне все время суд не с чем пойти, для того, чтобы вашу позицию доказывать. Это клиническая составляющая, я как юрист даже не могу это, сами понимаете, прокомментировать. То есть насколько оно альтернативно или нет. Тут вопрос, во-первых, я всегда настаиваю, чтобы все-таки врачебная комиссия, медицинская организация была, ее состав был такой солидный, понимаете? Потому что я очень часто использую протокол врачебной комиссии вообще как доказательную базу. Иногда состав экспертов, которые участвовали при проведении судебно-медицинской экспертизы, их квалификация слабее, чем состав тех лиц, которые участвовали в заседании врачебной комиссии. Для меня это всегда аргумент, понимаете, такого именно правового характера. Поэтому все, что вы сейчас говорите, это как раз специалисты должны отразить в документе под названием протокол врачебной комиссии. Вот вашу аргументацию, вы все равно не можете не прийти к какому-то мнению, понимаете? Вот, поэтому на том этапе, когда он приехал, уверен он или не уверен и так далее, здесь очень важно вот это мнение и наличие или отсутствие медицинских показаний доказать. Вот в чем все дело. Поэтому, коллеги, конечно, и такие специфические вещи, я говорю, никогда не будут правовые критерии, которые, собственно говоря, от нас и требуют профессиональные сообщества, меня это в ужас приводит. Все, что вы сейчас говорите, это мнение ваше как специалисты, его главное грамотно отразить, потому что, я говорю, мне не с чем в суд пойти часто. Конечно, конечно. И состав врачебной комиссии. Ну, мы вот, легче, конечно, может быть, нам в Москве, когда мы в состав комиссии приглашаем, и редко когда отказывают, там, ну, специалиста такого крупного, да, доктора наук и так далее. Это такой для меня юридический аргумент, что врачебная комиссия, это не просто так пришла к мнению, ведь человек приехал с константативным заключением конкретного специалиста, а тут целая врачебная комиссия с таким составом квалифицированных характеристик этих участников. Вы понимаете, тогда в суде это будет очень крепкий тыл. В этом только дело. Коллеги, алгоритм-то мы знаем. Скажите, а почему нельзя брать у пациента отказ? Вот он отказался от альтернативного, отказался от альтернативного лечения. Ну, коллеги, это... В любом случае нельзя брать у него отказ. Почему? Коллеги, ну это не является... Это для нас ведь тоже как бы защита, для докторов. Это знаете как, в целом это можно делать, я говорю, лучше больше бумаг, чем меньше, но, честно говоря, в суде, вот именно по этому факту, когда мы сейчас будем рассматривать документы оборот, я иногда настаиваю там на дополнительных каких-то документов. Вы поймите, суд это не рассматривает, отказался он или согласился. Он рассматривает только наличие медицинских показаний для назначения этого лекарственного препарата. Это так получилось, может быть, это моя судебная практика так складывается, но мы очень много общаемся с профессиональным сообществом, что, понимаете, нельзя возложить на пациента, ну, как вам сказать, решение такой медицинской именно составляющей по данному вопросу. Поэтому это же не отказ, вы не приравниваете это отказ от медицинского вмешательства как такового. Да, у него есть такое право и так далее. А здесь вот именно по назначению лекарственного препарата это... Да. Мы отказали ему в указании медицинской помощи вообще. Не то, что назначение какого-то рекомендованного препарата, а вообще мы ему отказали. Мы не можем это доказать, что вот даже по записи нашей первичной документации мы делаем запись, что да, мы предложили альтернативную терапию, но пациент потом настоять на том, что ну вы же мне не назначили тот препарат, который мне рекомендовали где-то. Коллеги... И можно тогда я сразу же задам еще вопрос. Смотрите, мы на сегодняшний день сталкиваемся с проблемой, когда мы получаем заключение из частных медицинских компаний о назначении препаратов, которые у них входят в перечень, да? Да. И получается, к нам пациенты приходят, и когда опять-таки решением врачебной комиссии мы принимаем решение об альтернативной терапии, да, меняем там препараты или схемы химиотерапии, у нас пациенты все равно настаивают на том, что в частной медицинской организации им рекомендовали тоже именно этот препарат. Мы сегодня сталкиваемся с проблемой, что пациенты настаивают на конкретно на каком-то одном препарате, и они уже не замечают другие препараты, другие схемы. Ну, коллеги, это, да, в этом-то, собственно говоря, и проблема. Вы только поймите, что пациент может на чем угодно настаивать, и какую бумагу бы вы не оформили, по сути, это, ну, когда он доходит до суда, мало вас защищает именно в этом вопросе, понимаете? Потому что вот есть этот алгоритм, и ничего не сделаешь. Люди сами себе назначают лечение, знают, как их лучше лечить, и так далее, да? Вопрос только доказательной базы. И вы не думайте, что, ну, как бы нет, что протокол врачебной комиссии не имеет такого доказательного, ваше мнение. С чем бы он ни пришел, это, я говорю, неважно, из федерального центра он пришел с этим консультативным, из частной организации. Только здесь вопрос, вы идете навстречу пациенту, исходя из вашей квалификации, или нет в данной медицинской организации. Понимаете, коллеги, а все остальное, это, ну, так не является аргументом в суде. К сожалению, так складывается судебная практика. Давайте последний вопрос. У меня вопрос по поводу назначения лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. Вот вы продемонстрировали здесь судебные решения, о том, что пациент выиграл, им получил, ну, суд обязал выписать ему этот лекарственный препарат. Но, однако, я думаю, что в этой ситуации с реализацией данного судебного решения будут большие проблемы, потому что, как вы все прекрасно знаете, лекарственные препараты закупаются через воззакупки. Необходимым условием аукционной документации это формирование начальной максимальной цены контракта. Начальная максимальная формируется, исходя из реестра отпускных цен на лекарственные средства. Если препарат не зарегистрирован, его нет в реестре, следовательно, как этот препарат купить? Вот вопрос в чем. Исполняя судебное решение. Да, коллеги, а тут, знаете, как здесь уже вопрос в исполнении этого судебного решения, но вы имейте в виду, что право приобретено, вы посмотрите внимательно на аргументацию судов, право получил человек. Дальше уже технические характеристики, с этого момента он может вообще его закупать, и потом это иск вкладывает. Вы поймите, отказать нельзя, если есть жизненные показания, есть алгоритм, он приехал с консилиумом федерального центра. Вы понимаете, что тут ничего не сделаешь? Я это понял прекрасно. А закупить можно? Почему? Купить этот лекарственный препарат, не нарушая антимонопольное законодательство, в данной ситуации будет невозможно. Ну почему невозможно? Нет, я бы так не сказала, коллеги, что невозможно. И этот алгоритм, вот мы сейчас будем рассматривать, он даже имеет временные характеристики. Я бы не сказала, что это невозможно. Но здесь это все неважно. Когда человек дошел до суда, суды это вообще не рассматривают. Коллеги, у нас очень часто, например, Минздравы местные пытаются с ответчиком сделать Министерство финансов, на что суд говорит, вы ради бога все что угодно делаете, предъявляете потом регрессные иски. Вот человек имел право на получение этого лекарственного препарата? Все. Вы, соответственно, возмещаете эти расходы, а потом судитесь с кем хотите. К сожалению, это так, коллеги. Все. И ничего тут не поделаешь. Продолжение следует...